Может вопросы у кого-то есть? Да, Наталья Лазимировна. Потому что потом выступает и в коммуникации, и вот здесь во взаимодействии оценивает продукты своих сокурсников своих родов. Практика обучения такова. Это Вася, с которым я дружила, его продукт хороший, а это Ленка, которая мне не нравится, поэтому ее продукт толстой. Более того, когда говоришь, что студенты, например, выполняют контрольные работы, если я им говорю, поставьте за свою работу себе оценку, не с позиции, какую оценку мне бы хотелось. А с позиции, как вы, насколько точно, корректно вы осветили материалы, они всегда ставят абсолютно адекватные реальные оценки. Но тоже существует и подход, как у нас на факультете было, мой сын так выкопал мне хорошую, всю картошку, хороший парень, а вы ему по мотоанализу поставили два. Как? То есть, к чему я веду эту такую длинную, упрямую? Надо ли все-таки, если мы говорим о том, что студенты будут оценивать работы друг друга, более четко обновляемые критерии, на которые они должны обратить внимание? Оригинальность работы, так сказать, четкость отражения содержательного какого-то момента, креативность, что-то еще. Как вы считаете, это важно? Или это можно опустить? В принципе, их подходы это тоже, в общем-то, это самореализация. Мы можем оценивать, кто какие-то леса работает. Так вот, вы считаете, важно, чтобы преподаватель какие-то задавал вектора, и, может быть, чтобы они что-то дополняли своими детей? Вот какова ваша позиция в этом отношении? Спасибо за вопрос. То есть, правильно ли я понял, что насколько важен вот этот личностный, да, субъективный компонент в взаимооценивании с студентами? Личностный, да, вот эти сайт-ношения, это сложно... Знаете, на самом деле это сложный вопрос, и мы никогда не уйдем от стереотипов, которые вокруг нас имеются, и не нужно от них уходить. Я глубоко убежден, что личностная, субъективная часть оценивания должна присутствовать. Во-первых, это вырабатывает, пусть не сразу, у кого-то сразу, у кого-то не сразу, все люди абсолютно разные. Это вырабатывает мировоззрение студента, вырабатывает его уважительное отношение к другому человеку. И я абсолютно согласен, что когда студентам даешь возможность оценить работу другого, они стараются это оценивать объективно. В ряде случаев они могут уйти от оценки в силу, там, вот, как вы говорите, дружеских-недружеских причин. Но, опять-таки, сегодня он уйдет, завтра он вернется к этому. То есть, если мы будем уходить вот от этого эмоционально-ценностного компонента в содержании обучения, то мы его просто там потеряем. А его потерять никак нельзя. В том числе и через такую форму, как равный обучает равного, ну и, соответственно, взаимное оценивание. Это нормально, что будет какая-то субъективность, но мы же самого преподавателя за скобки не выставляем в качестве оценщика работы студента. Пускай он оценивает, пускай оценивает студент, оценивает преподаватель. Наоборот, если мы не будем учить студента высказывать свою точку зрения, да, что-то спрашивать, давать оценку другой работе, мы его лишаем возможности вот формирования вот этих вот социально значимых компетентностей, да, которые являются важной частью профессии. То есть мы обедняем тогда процесс образования. Не надо этого бояться. Есть даже, более того, вот все больше и больше призывов вернуть вот этот вот личностный компонент в систему аттестации, в систему итоговой промежуточной там аттестации на самых разных уровнях образования. Потому что вот этот вот германифтический, да, подход к обучению, он сегодня все больше и больше показывает свою важность и значимость. Нолик и единичка — это хорошо и прекрасно. Прошел через планку — замечательно, не прошел, значит, ты какой-то другой. А если я завтра пройду через нее? То есть нам не хватает вот этого вот компонента, и напротив, это важная часть вообще как бы самореализации самого студента. Но невозможно взять и вырезать часть полушария мозга головного, который отвечает там за нагляднообразное мышление, оставить только словесно-логическое, что мы получим. Это апокалипсис будет. Еще два вот таких вопроса. Вот из ваших чувства поразмучало такое понятие как лайк. Мы живем в эпоху, когда есть такое понятие как социальная валюта. То есть вот эти же самые лайки, каналы, социальные сети. Сейчас студенты активно это не просто используют, а они туда с головой уходят. Вот как эти вещи можно использовать? Это первый вопрос. И второй вопрос, вот касаясь рецензирования студенческих докладов, как я понял, участников конференции. Рецензирование осуществляют сами студенты друг друга или педагог в том числе? То есть как это происходит? Спасибо. Ну, первая часть вопроса или первый вопрос. Я приведу примеры своей практики. Студенты завели аккаунт в ВКонтакте закрытый. Почему ВКонтакте? Ну, интерфейс наиболее удобен был под прохождение определенной темы, связанной тоже с социальными коммуникациями. И возникли споры, а какой же выбрать аватарку? Ну, я предложил очень простой вариант. Возьмите, проголосуйте по количеству лайков. Вот чтобы все было по-честному. Задумались, на следующий день смотрю, аватарка есть. Большинством голосов они выбрали, и я не вмешивался. То есть было понимание, что вот так и есть. То есть лайк сегодня это элемент языка, равно как и слово. К этому можно относиться по-разному, но это факт. Сегодня говорят на этом языке. Почему мы не должны использовать этот язык общения для того, чтобы студент впоследствии посмотрел на лайк с другой стороны? Вполне можем. Это кирпичик коммуникаций. Если брать второй вопрос, то отвечаю и то, и другое. То есть важна и горизонтальная оценка условно, и вертикальная оценка со стороны, конечно же, педагога, преподавателя того, что делает студент. В конечном итоге оценивает преподаватель. Но ведь есть даже целый, собственно говоря, прием, когда, например, занятие целеполагания, занятие рефлексия, занятие оценивания, когда целое занятие студенты оценивают друг друга и при этом изучают, в общем-то, предметный материал. Поэтому нельзя говорить, что только лишь одно должно быть. Это целостный процесс, и искусственность здесь не надо делить. Если мы говорим «А», мы должны сказать «Б». Если мы говорим «А», что студент может реализовать свои цели, то тогда надо идти по этому дальше пути. А этот путь предполагает, что взаимное обучение, коммуникации – это сегодня условие для создания образовательного продукта. Не будет этого условия, будет ущербным продукт. Поэтому, конечно, это надо использовать то и другое. Да, пожалуйста. Дмитрий Сергеевич, два вопроса. Один у целеполагания, и еще один. Когда формулировал для конспекта открытого юридического занятия цели для студентов, словил из себя, когда вы сейчас говорили о целях и мотивации, словил себя на мысли. Студенту предлагается перечень целей. И когда он сам для себя формулирует цель и не обсуждает ее, мне кажется, что это будет честно перед собой. Вот я для себя выбираю цель – стать хорошо экзаменом. Хорошая цель – нормально. Кто-то выбирает другую цель – получить новые знания, открыть новые знания и так далее. Тоже для себя. Когда они начинают, студенты, обсуждать, не кажется ли вам, что может возникнуть ситуация, что у кого-то сыграет, то есть ситуация обмана, прежде всего самого себя. Я выбираю одну цель – стать хорошо экзамен, но мне будет стыдно перед своими коллегами, студентами, одноклубниками, сказать об этом, и я озвучу другую цель. Как вы считаете, с точки зрения вот такого подхода, личностного? То есть, насколько, опять-таки, стереотипы личностные здесь могут влиять на образование? Правильно понимаю? Конечно, могут, и пускай влияют. Более того, ведь… Возникает ситуация самообмана, понимаете? То есть, я для себя озвучил одну цель внутреннюю, а перед коллективом я озвучиваю другую цель, потому что боюсь показаться каким-то не таким, как все остальные. Вот я понял ваш вопрос. Когда вы учите ребенка плавать, есть очень хороший действенный метод – кинуть его в воду, пускай он плывет сам. Но есть риск, что он утонет, правда? Андрей Андреевич, у меня трое детей, никогда не нравится своих детей так плавать. Понятно. Я говорю, что есть такой прием, вот, например, в Японии, да, так учат вот ребенка. Если говорить об эффективности, то поместив ребенка в воду, вы сделаете, дадите ему шест в первом случае, да, во втором случае. То есть, когда студент испытывает какое-то затруднение, вы дадите ему подсказку. То есть, если мы говорим о непрерывности, не должно быть скачков. Первый этап, как правило, если мы, например, хотим научить студента вести диалог, первый этап должен быть монологичным. Учитывая вот эту самую природу студента. Вот я и отвечаю вам. Выбрать студенту нужную цель из перечня целей – это подсказка. Потому что это не есть осознанный выбор самим студентам. Ну, а кто же против? Это технология. То есть, в технологии есть помощь. И эта помощь, она должна быть реализована на разном уровне. Насчет стеснения студентов – это действительно было, есть и будет. Это, опять-таки, социальное явление, социальные вещи. Если вы в аудитории 100-200 человек спросите, ну, давайте теперь вы мне задавайте вопросы, вам никто вопрос не задаст. Потому что это тоже доказанные вещи, когда студент боится показаться глупым, некомпетентным. Лучше я где-то вот здесь отсижусь и посмотрю. И его не надо за это винить. Это срабатывает групповые эффекты. Групповые эффекты. Но стоит кому-то задать вопрос, и вопросы пошли. Пойдет спная реакция. В этом нет ничего плохого. Давайте студенту возможность подсказки на первых этапах. Если мы бросим студента в воду и скажем плыви сам, кто-то может утонуть. А это не есть цель преподавателя. Все понятно, Андрей Трич, спасибо. Но я говорю о том, когда они коллективно обсуждают поставленные цели. То есть я для себя одну цель поставлю. Понятно. Вот скажите, когда вы говорите ребенку, что есть хорошо, а что есть плохо. Говорите уж наверняка, да, вот это надо делать, вот это не надо делать. Всегда ли ребенок с вами соглашается и при этом как-то дает вам обратную связь? 50 на 50. О, то есть может не согласиться. Я не знаю, 50 на 50, 40 на 60. Не это важно. Правило, потому что я позиционирую отношения с своими детьми, я воспитываю личности. И мне всегда интересно, что они имеют в виду, что они хотят мне связать. Так вот вам важно, чтобы ребенок сам пришел к тому, что хорошо и что. Вот и давайте студенту возможность прийти, что есть хорошо, что есть плохо, на занятия. Все, да. Теперь второй вопрос. Можно? Технический. Вот я тот преподаватель, о котором вы сказали, что даже если было бы два, то я бы оценил только одного. Да. Ну, с точки зрения репрессии. Ладно, хорошо, я согласен с этим. Вопрос технических средств. Меня не оценили, но я не знаю, но иду в аудиторию с теми знаниями, которые я приобрел на семинаре, с тем занятием, которое я разработал, с теми заданиями. Пытаюсь со студентами работать, уже отклик есть, им интересно, но возникают вопросы технического плана. Мне приходится раздавать мобильный интернет со своего телефона, потому что, допустим, дети говорят, в этой аудитории у нас Wi-Fi не будет. Ну, есть такое-то... Да. И в чем вопрос ваш? Что делать? Я могу взять студентов и привести их в ингредиацию, где распределитель, и мы сидим там, приходят в проверку из-за каната, где преподаватель с легкостью, со студентами. Понятно. Ну, я могу сказать так, что это вопрос... У вас есть один такой? Один? Один. Нет, ну, есть такая проблема? Я еще раз говорю, что это вопрос, первый, не только ваш, его еще Чернышевский, по-моему, сформулировал. Второй вопрос, а вы пробовали вот самостоятельно, если вам что-то непонятно, например, в ходе изучения курса, я не говорю сейчас технический момент, содержательный, спросить. Вот просто, вот на сегодняшний момент на портале считанное количество вообще вопросов участников. Это катастрофически мало. Ваши есть? На них есть ответы или нет? На один есть. Вот, я посмотрю еще раз в особенности, может быть, свежий какой-то вопрос появился, я на него отвечу. Я к чему говорю, что ситуация неопределенности, которая реализуется в эвристическом обучении, она есть ситуация жизни. И для нас с вами, как преподавателей, на все ответы не будет вопросов. Вам нужно, либо, если вы хотите четко получить ответ, задать этот вопрос, сформулировать его, и вам дадут ответ, либо же подойти, как-то решить ту проблему, которая отсутствует. Вот, собственно говоря, все очень просто, это на самом деле две-три сосны. Вы говорите, раздавать мобильный интернет, если вы заинтересованы в проведении занятий. Напишите на, опять-таки, на имя декана факультета, что вы хотите, или поговорите, а еще лучше поговорить с деканом факультета. Есть такая-то проблема. Вот я не верю в наличие врагов внутри. Когда хочешь что-то сделать, ты ищешь. Делаешь, и все. Да, все правильно. Я стартую с вашей фразы. В конечном итоге оценивает преподаватель. Вы так сказали. Теперь, давайте встанем на модель рейтинговой системы в рамках курса действия. Студенты выполнили серию проектов. Эти проекты оценивали в том числе студенты. Значит, это все логично, все правильно. Добавил, они не сильно квалифицированы, и их оценки не всегда объективны. И слава богу, что субъективны. И вот в итоге я соединяю две части. Оценивает преподаватель, оценивают студенты. В итоге смотрим. Студенты поставили такую-то оценку, среднюю. Преподаватель считает, что оценка должна быть такая-то. Какие веса вы поставите? Вопрос не в весах. Нет, мой вопрос конкретный. А что значит весы? Какой вес вы лично в своей практике ставите? Конечная оценка. То есть, конечная оценка будет ваша оценка, умноженная на альфа, плюс средняя оценка студентов, умноженная на единица минус альфа. Знаете, я могу сказать так, что человек это уравнение я и другого. Я никогда не подхожу формально, не прибегаю ни к каким алгоритмам для того, чтобы оценить студента. Если я вижу, что моя оценка, которую я для себя могу высказать в отношении работы, она не соответствует тому, что выставляют студенты. Ну, у них же есть свое мнение, как вы говорите, они неподготовленные, неквалифицированные. Я просто-напросто вступаю в коммуникацию и объясняю, что к чему. Более того, если технологически выполнить все основные этапы и давать обратную связь не только студент-студент, но и студент-преподаватель, мы не придем к такой полярности оценок. Просто студент тоже человек, да, и он прекрасно понимает, что, например, он сегодня так или сейчас оценивает. Есть другой вариант оценки преподавателя. То есть, вот фраза «язык до Киева доведет», она вообще гениальная фраза. Она гениальная в том числе и как решение вот той ситуации, что вы говорите. Веса, я не знаю, что вообще такое вес. Андрей Людмилович, вы себе противоречите. В чем? Объясняю, в чем. Вы совершенно справедливо сказали, что правила должны быть определены заранее. То есть, должен быть регламент. И в этом регламенте должно быть оговорено не только критерии оценки, но и правила конечной итоговой оценки. И это не может быть предметом обсуждения потом. Это должно быть оговорено заранее. Оно оговорено заранее. Так, поэтому мой вопрос, какой процент? Я сейчас не говорю о том, что преподаватель должен что-то оправдываться и говорить. Нет, я про то, что преподаватель в процессе всей своей работы в течение занятия должен давать обратную связь. Он не даватель информации, он организатор обсуждения студентов, если мы говорим о коммуникациях. Он даватель обратной связи. Конечно, критерии оценки должны быть заранее известны, и это незыблемо. Например, я оцениваю по таким-то, таким-то критериям. Глубина, наличие творческих элементов, наличие таких-то вопросов, умение аргументировать точку зрения. Так, вот такие-то, такие-то шкалы у меня есть. Все правильно. Студенту дается возможность, конечно, оценить друг друга. Это тоже часть, в общем-то, учебной работы, но это не есть определяющая оценка. Если я вижу, что моя оценка итоговая студента, она отличается от того, как студент оценил, я просто обязан взять и вступить с ним в определенный диалог и показать, что он пришел к таким-то результатам. Но давайте мы посмотрим, из чего состоит этот результат и почему он так пришел. То есть я никогда не буду выставлять вот эту вот итоговую оценку без того, чтобы студент не осознал, за что она выставлена. Вот и все. Более того, если выдерживать технологически все основные элементы коммуникации в нужном русле, никогда не будет больших перепадов оценок. Вот тоже практика. Перепад появляется там, где есть барьер. Все. Вот по ту сторону стенки одна картина, по эту сторону стенки другая. Если стена есть, будет градиент, будет перепад. А то, что вы говорите, что заранее известны правила, конечно, они должны быть известны. Но каждое занятие, это могут быть дополнительные критерии. Если вы используете коммуникативное занятие, вы вносите новый элемент критериев. Например, вы оцениваете умение доказать, умение рассудить. Если вы используете занятия, например, где требуется просто разобрать какую-то ситуацию, запомнить, сделать выводы, то есть коммуникаций там меньше. Ну, пожалуйста, вы эту коммуникацию не учитываете в качестве критерия. То есть здесь не должно быть, вот вы в начале семестра сказали, критерии оценки, вот пять и все, и они только такие. Каждое занятие может быть новое критерии оценки. Почему нет? Это будет нормально. Это вспомогательный, как бы промежуточный компонент. Потом вы выставляете итоговую аттестацию. Я поясню свой вопрос. Да я понял ваш вопрос. Уходите от ответа. Да ничего я не ухожу. Нет, я поясню. Реально. Поток 120 человек. Выполняют порядка 30 проектов. Так. Групповые проекты. Так. Значит, преподаватель выставляет оценки. Студенты выставляют оценки. Это все в интернете. Вопрос. Какая оценка итоговая будет за проект? За преподавателем, сразу скажу. То есть 100% за преподавателем и 0% за студентами. Нет. Если вы даете студенту как самостоятельное задание для того, чтобы он выставил оценку, ну, например, оценил сам себя, и при этом говорите, что вы тут, вот, дескать, в правилах, как вы говорите, да, студент разработал, вот у него такая оценка, а я все равно решу так, как я. Но это изначально ошибка в методологии выставления оценок. Такого не может, в принципе, быть. Должна быть согласованная позиция. Должна быть вот тогда, то, что вы говорите про веса, у преподавателя вполне ситуация другая. Если студент полгода выполняет какое-то там, я не знаю, экспериментальное задание, тогда нужно, конечно, заложить в критерий итоговой оценки преподавателем ту оценку, которую выставит студент. Но она не должна быть определяющей. Определяющей все равно выставляет преподаватель. Так сколько? 60, 40, 90. Вот предпоследний ваш ответ был 100. То есть 100% за преподавателя. Торму оценку выставляет преподавателя. В каждом случае требует каждого взвешенного вопроса. Вот в том методе, который вы рассказывали, в дистанционной системе, оценку выставляет не преподаватель, а система. И у нее должен быть алгоритм. Ну, я здесь не соглашусь с вами. Не соглашусь. Вы это видите так, я вижу несколько иначе. Я не рассказал систему. Я показал примеры. Оценку выставляет все равно преподаватель. Он организатор. Организатор. Самодвижение по созданию своего продукта. Ну, не хочу говорить слово траектории, но затасканное слово. Но, по сути, это так. Преподаватель организует самореализацию каждого студента через конкретную разработческую деятельность. Заранее оговариваются критерии оценивания. В этих критериях оценивания во многом заложен коммуникативный продукт. Студент может задать один вопрос и получить наивысшую оценку. И при этом все остальное он может сделать очень средненькой. В моей практике такая была ситуация и не единожды. Так а что здесь противоречит-то? Я не вижу здесь систему, которая выставляет оценка. А вот попытка взять механистически все сделать, это сродни тестовой практике. Можно и такой, конечно, использовать. Ничего личного. Все где-то вот обрабатывает машина, а потом студент получает оценку. Ну, наверное, такая практика и имеется. Я не знаю. Я ее не использую. Еще вопросы? В этой системе обучения логично вернуться в той системе оценивания, которая была отлично, хорошо, удалительна или неудалительна. Потому что вот как сейчас вот пришла дискуссия, я так понимаю, что хотят именно установить какой-то балл конкретно. Этот балл-то вообще-то иногда вообще установить нельзя. Нет, так дело в том, что баллы-то они есть, если вот внимательно смотреть. Дело в том, что с моей точки зрения я уже привык к десятибальной системе. Количество баллов, оно четко определяет уровни подготовленности. Средний уровень, как правило, это хороший уровень, средний 5-6 баллов. Все остальное ниже, все остальное выше. Там, где есть всплески. Всплески активности, всплески своей точки зрения, аргументированности. Если студент делает что-то с совершенно явной изюминкой, если он это может объяснить, то вот он уже получает семерку или восьмерку. Если он не просто может объяснить и не просто одну изюминку, а 3-4 изюминки, если он, в общем-то, все достаточно хорошо плавает, как рыба в воде и может пояснить, это вообще наивысшая оценка 9-10. Но, наверное, пятибальная система тоже может иметь свои преимущества. Мы сейчас не о баллах-то как раз говорим, баллы — это уровни. А я говорю о критериях. И вопрос был задан по критериям. Крайне важно заложить в оценку преподавателя вот этот самый коммуникативный критерий, который во многом основан на том, что сделал сам студент. Если мы говорим, что студент оценивает студента, замечательно. Ведь я вижу, что один студент своего друга не очень объективно оценивает. Где-то он недопонимает ту или иную ситуацию. То есть оценка студента все равно субъективна. Но это тоже продукт. Так или иначе? Это продукт его деятельности. Так почему я не могу оценить его продукт своей итоговой оценки? Другое дело, что разный продукт, разное занятие, они требуют разных критериев. Нормально. Спасибо. 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 Спасибо.